Всем привет! Прямо сейчас на улицах Минска находятся сотни тысяч людей, 250-300 тысяч человек, которые борются за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, за свое достоинство. А я сейчас, друзья, нахожусь в центре Вильнюса. И знаете, что я вам хочу рассказать и о чем поговорить? Нас сейчас вот Лукашенко пугает весь мир и вписет. В общем, друзья, смотрите, я сейчас нахожусь в центре Вильнюса, в самом его сердце. Вот это сзади меня, вы видите, это дворец великих князей литовских. И на нем висит флаг «Живе Беларусь!». И вот сейчас тут ходит огромная площадь, и вот собираются люди, которые вот там, если дальше вы увидите, они все с белорусскими флагами, флажками, и они все там с цветами, шариками. Они просто вышли и собираются на акцию поддержать беларусов. Будет живая цепь людей от Вильнюса до границы с Беларусью, представьте себе. И вот мы выстраиваемся, чтобы поддержать беларусов. Это вот такие войска со стороны Литвы. А теперь по поводу войск со стороны Путина. Не бойтесь, никто, кто это все слушает, не бойтесь. Почему в 2014 году Путин не пошел танками на Киев? Ему от границы России до Киева, с Черниговской областью, и что до Минска? Расстояние абсолютно одинаковое. А почему он не пошел? А потому что на улицах Киева стояли сотни тысяч людей с украинскими национальными флагами. А почему он не пойдет на Минск? Потому что там сегодня сотни тысяч людей. Благодаря тому, что беларусы сегодня в таком количестве вышли, уже никакой Путин никуда не пойдет. Потому что сотни тысяч людей нельзя переехать танками и ничего с этим сделать нельзя. Поэтому, беларусы, держитесь. То есть, хочу отдельно сказать о новой тактике, которую Лукашенко, его уже такой последний крик. Значит, ему не хватает МВД и КГБ, он хочет опереться на армию. Ну, а как армию кинуть против людей? И они придумали такую штуку, значит, что армия, Министерство обороны Беларуси заявило, что армия будет защищать места воинской славы, связанные с Великой Отечественной войной. Понимаете? То есть, ну, нужно же хоть найти какой-то повод, чтобы на людей напасть. То есть, то, что люди с бело-красно-белыми флагами, они это называют фашистскими символами, нацистскими символами, ну, как украинский флаг, как червоно-черный флаг, УПА, значит, все это нацистские символы. То, что они выходят, это называется напасть на памятники воинской славы. И они будут их охранять. Но это на самом деле последний писк диктатора. Если он уже не знает, как привлечь армию, а больше уже опираться не на кого, то вы сами понимаете, сколько на самом деле ему осталось. И еще, дорогие белорусы, дорогие украинцы и все, кто смотрит нас, сегодня день национального прапора Украины. С чем я вас витаю, это наш украинский национальный прапор. А это флаг Беларуси. И я верю, настоящий флаг Беларуси, бело-червоно-белый. И я жду, когда будет в Беларуси уже введен день вашего бело-червоно-белого стяга, как у нас есть день нашего украинского национального прапора, жовто-блокитного. Выборолы мы, выбораты и вы. За вашу и нашу свободу живи, Беларусь! Держим строй!